Всем привет! Я изучаю тигров уже 23 года, а до этого я работал в научном учреждении, где ходил за тигром и пытался понять, что он делает в лесу, как он живет, как он ест, сколько он спит, как он любит и как он ненавидит. Вы знаете, тигр умеет ненавидеть и тигр умеет мстить. Это, к сожалению, так. И для меня до сих пор остается актуальным вопрос, а зачем нам нужен этот тигр? Зачем нам нужен этот грозный, опасный, коварный, сильный хищник, самый сильный хищник планеты, наверное, который живет рядом с нами? Вот здесь собрались люди, которые, наверное, все-таки городские и видят тигра больше по интернету или по экранам телевизоров. И понятно, что когда ты смотришь на экран, ты не чувствуешь вот этого страха. Наоборот, ты умиляешься грацией, ты смотришь на тигряток, они нравятся, их хочется потрогать. Кстати, многие люди предлагали мне потрогать тигра живого. Это дрессировщики. Я отказывался и буду отказываться всегда. Знаете почему? Потому что я его боюсь. Потому что я один из немногих, наверное, знает опасность этого хищника. К сожалению, мне приходится расследовать очень многие дела, связанные с нападением тигра и на человека, и на копытных, и на сельскохозяйственных животных. И я знаю, чего стоит один удар лапой, и чего стоит один укус его страшными клыками. Шансов у человека нет выжить. Поверьте мне, это действительно так. Так зачем нам нужен этот тигр? Зачем он нужен, например, сельскому жителю, который знает, что за его забором ходит этот страшный хищник, который может в любой момент утащить его любимую корову или собаку, или напасть на детей, которые играют за забором? Конечно, это вопрос, который стоит перед всеми. А зачем этот хищник нужен, например, людям, которые работают в лесу? Лесники, охотоведы, охотники, люди, которые занимаются строительством линейных сооружений, по долгу службы находятся там. Где-то лет 20 назад тигра утащил просто человека из стрелевочного трактора. Это страшно. Это страшный хищник. А он еще и много ест. Вы знаете, он ест все. Он ест много мяса, он ест своих собратьев, он может съесть лягушку, мышку. Это такой универсальный хищник. Причем ест он много. Вот буквально вчера мимо Владивостока, возможно, вы этого не заметили, прошел страшный хищник на самом деле. Это был тигр Владик. Помните, два с половиной месяца где-то назад он пришел во Владивосток и устроил тут переполох. Нам пришлось его поймать. Кстати, он не дошел до моего дома всего 300 метров. Наверное, он что-то хотел сказать. Я даже знаю, что. Он хотел пожаловаться на судьбу. На самом деле он, наверное, прорывался в прокуратуру природоохранную, губернатору и сказать, что же вы делаете, люди. Вы вынудили меня зайти на вашу территорию. Я попался сюда как в капкан, потому что полуостров Муравьево-Амурского это, по сути дела, капкан. Капкан для тигров. Наши коммуникации устроены так, что хищники, попав сюда, не могут из него выйти. Так вот, мы увезли этого тигра за 700 километров на реку Бикин. Национальный парк. Лучшее место, где может, в принципе, жить тигр. Он пошел обратно. Он прошел 700 километров. Вы знаете, как вот этот страшный метеорит прошел мимо Земли. Он прошел мимо Владивостока вчера. Он пересек Транссибирскую магистраль. Он прошел вот эти страшные наши дороги и ушел на Китай. Я очень рад за него. Но речь даже не о Владике. Речь о том, что вот Владик за свой путь убил 10 крупных копытных животных. За два с половиной месяца. Так вот, этот Владик за год съест около 50-60 крупных копытных животных. Если посчитать вес животного где-то в 50 килограммов, то все тигры, которых у нас 540 на Дальнем Востоке, съедают огромное количество мяса диетического, вкусного, которого, в общем, наверное, и нам не хватает. Представляете себе такой пельмень? Я не представляю. Так зачем нам нужны эти тигры? Они страшные, они убивают, они могут напасть, они слабо контролируемые. Кстати, например, в Индии тигры убивают ежегодно до 200 человек. Серьезно, да? У нас тигры немножко имеют другую ментальность, но тем не менее, люди гибнут, люди калечатся. Зачем нам нужен этот тигр? У меня есть друг Василий Дункай. Он шаман. Он настоящий шаман, который живет на бикине. И он промысловый охотник. Он охотится на реке, которая называется Амба. Знаете, да? То есть Амба – это тоже тигр. И я его спросил. Я говорю, Вася, а зачем тебе тигр? Что он для тебя значит? Не задумываясь, он ответил. Ты знаешь, тигр – это мой бог. Это бог, который мне помогает, который меня лечит, который меня учит. Это хищник, от которого мы все произошли. Нанайцы, удыгейцы. Мы от тигра. И я никогда не смогу поднять на него руку, потому что как можно убить своего бога? Ну, в общем, понятно. Потом я встретился с одним очень интересным человеком, который приехал сюда из Москвы. Он приехал недавно. Он приехал сюда работать. Это московский ученый, очень известный. Михаил Щелканов. Он вирусолог, и он один из немногих, кто получил награду за борьбу с эболой в Африке. Помните, да? Там была страшная такая болезнь. И вот я его спросил. Я говорю, Михаил Юрьевич, а что для вас тигр? Зачем он вам нужен? Ну, он, конечно, долго смотрел пристально, да вроде трезвый. Ты что вопросы-то такие задаешь? Я говорю, ну, вот зачем вам, человеку из Москвы, приехавшему сюда делать науку, этот тигр? Говорит, ну, хорошо, давай начнем с АЗОВ. Помнишь учебник шестого класса, где нарисована классическая трофическая пирамида? То есть она у нас вот такая, да? Вот такая пирамида. Внизу у нас низшие животные, растения. Дальше у нас идут копытные хищники, консументы первого порядка, второго порядка. И вершину этой пирамиды венчает у нас самый сильный, самый специализированный хищник для наших условий – это тигр. Вот он говорит, представь себе эту пирамиду, только наоборот, переверни. Тигр у нас внизу. И вот если мы уберем тигра, что произойдет с пирамидой? То есть она закачается, да? Она, возможно, даже упадет. Это очень образно, но это действительно так. Так вот он говорит, для меня тигр на Дальнем Востоке России – это элемент такой элитной системы, модели, которая должна сохраняться и сохраняться как можно дольше. Потому что такой модели больше нет уже нигде. Тигр в Индии – это немножко другое. Там огромное количество искусственных ландшафтов. У нас остались еще естественные ландшафты, где живет тигр. Нельзя допустить того, чтобы тигр оттуда исчез. Потому что сразу произойдет смена трофических взаимодействий. Появится, например, волк. Или там станет много копытных, и они просто сожрут все. Как это происходит в некоторых местах. Если кто-то был в Лазовском заповеднике, видели, что там делают пятнистые олени. Это ответ ученого. Совершенно недавно я работал еще с одним очень интересным человеком. Возможно, кто-то его узнал. Это Сергей Владимирович Сеястожемский. Это дипломат, политик. Одно время он был помощником президента Ельцина. И, кроме всего прочего, когда он отошел от всех своих политических дел, он стал кинодокументалистом. Он снимает очень яркие, пронзительные фильмы об охране природы в мире. И основания для этого ему дают как раз его страсть и его хобби. Он трофейный охотник. Он много где был. Он много чего видел. Недавно он снял очень интересный фильм, который называется «Люди и тигры». Очень рекомендую посмотреть. И там как раз показываются проблемы тигра, которые очень взаимосвязаны со всеми нами. Я его спросил, а что для вас тигр? Для чего он вам нужен? Ты знаешь, на самом деле России гордиться есть чем. Мы можем гордиться балетом, мы можем гордиться своим космосом, мы можем гордиться автоматом Калашникова. Но тигр – это вот то, чем мы гордиться должны по праву. Мы смогли создать условия и сохранили этого редчайшего хищника. Если мы потеряем тигра, мы потеряем лицо России. И это ответ политика. Понятно? Уже давно я, к сожалению, потерял своего очень хорошего знакомого, близкого мне, Владимира Емельяновича Круглова. Это промысловый охотник, который жил в Хабаровском крае и создал центр для реабилитации тигров «Утес». К нему несли всех обездоленных зверушек, больных, он их лечил, выхаживал и отпускал в дикую природу. И я у него спросил как-то, я говорю, «Емельянович, ты поймал своими руками 40 тигров? Это последний тигролов России». У него такие вот кулаки, видите. Он говорит, «Ну ты знаешь, я ловил тигров в общем с дальним прицелом-то. Я ловил для того, чтобы их сохранить. Потому что тигры в зоопарке, а он ловил для зоопарков, тигры в зоопарке как раз это тот генофонд, который может вернуться обратно, если что случится. А тигр – это для меня все». Я говорю, «А что произойдет? Ну давай, выловил бы ты их всех, что произойдет?» Я говорю, «Ничего». Он говорит, «Ну, наверное, да, но тайга станет сиротой, она станет обездоленной». Это взгляд охотника-промысловика. Так все-таки зачем нам нужен этот тигр? Зачем он нужен мне? Я честно не очень люблю тигра. Я его уважаю. Но любить мне его особо не за что. Он тоже мне натворил всяких бед. Я работал очень долго промысловым охотником. Он убил у меня моих любимых собак. Я его боюсь. Я его честно боюсь. Но зачем он мне нужен? Кроме того, что я получаю зарплату во Всемирном фонде дикой природы за то, что я его охраняю. Так вот, тигр для меня это это что? Зонтик. Для вас это зонтик, а для меня это броня. Это мощнейшая броня, за которой у меня есть возможность охранять все живое. У меня есть возможность охранять за этой броней тигра бога для Василия Дункая. тигра, лицо России. Тигра, который является для нас всех очень важным элементом понимания, что дикая природа жива. А что для вас, тигр? Подумайте. спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!